Рады видеть вас опять в такой цветущей усадьбе, которая является украшением нашего села. Какие вы молодцы в этом году, по-моему, у вас еще больше всего и красивее. Третий год ведь мы с вами встречаемся. Заместитель главы администрации Богучанского сельсовета Валентина Мартынюк накануне дня рождения села проводит осмотр усадеб, чтобы выделить и отметить на праздники лучший и вынести предупреждение худшим, тем, что портят внешние витрые центры. Усадьба Назабарцево в числе примерных. Хозяева, как закончили со строительством, занялись украшением дворика. С каждым годом цветов здесь становится больше. Меняются сорта, но самый любимый цветок – петунья. Она тут в изобилии. Тут такое буйство цвета, что невозможно пройти мимо. Проезжает много. Кто на камеру снимает, кто на фотоаппарат, кто останавливается. Ну, можно посмотреть. Ну, пожалуйста, проходите. Ребятишки приезжали на автобусе с площадки, с первой школы. Мы заходили, все, любовались тут, провели со своим учителем экскурсию, все я им рассказала и все поблагодарили. На следующий год у Людмилы Протовых снова есть планы, как украсить свою усадьбу. Мы узнаем, где и чего делать. Здрасте. Здрасте. Ну, вы что? Очень хорошо. Такие усадьбы. У меня-то еще. Тихо, тихо. Очень тоже красиво. Молодцы. Эта усадьба – одна из немногих на улице Октябрьская. Ухоженная и яркая. На ее изменения сразу же обратили внимание односельчане и руководство поселка. Аккуратно, красиво, все оформлено со вкусом. Видно, что хозяйка постаралась особенно. Мне хочется, чтобы на центральной улице выглядело хорошо, красиво, чтобы люди шли, радовались. То, что есть садички в моем. Я очень старалась. У меня задумки еще есть, еще лучше, еще красивее будет. Если все хорошо будет, то в следующий год. Усадьбы по улице Ленина мы показывали не один раз. И вновь здесь есть чему удивиться. Появились новые цветы, садовые фигуры, в том числе выполненные своими руками. Особенно привлекательно выглядит фонтан. Хозяева продолжают его совершенствовать и украшать. Это не трудно. Это было бы желание. И если это нравится, мне кажется, это никому не трудно. Тем более отдача такая потом, когда это вырастет уже. И сидеть отдыхать, это очень хорошо. Даже ходить просто с лейкой поливать, это релакс полный. Ну а помогает, помогает семья. Мушка помогает копать, поддерживает. Девочкам тоже нравится. Поливать помогают. Не надо бояться, добавляют хозяйки лучших усадьб. Все посильно. Главное желание. Затраты окупятся в несколько раз отличным настроением. Хочется, чтобы посмотрели со стороны на свою усадьбу. Если у кого в полисадниках растет место цветов крапива или трава высокая. Или может быть не так хорошо выглядит полисадник. Его подремонтировать. В общем, к празднику просто привести в порядок улицы и переулки, свои приусадебные территории, свои дому. Чтобы было все чисто и красиво. Немало в богучанах и дворов, из которых видны бурьяны. Перекошенные заборы, мусор вызывает печальные чувства. В основном у нас в двухэтажных домах единственная беда, что люди относятся просто спустя рукава к порядку своей приусадебной территории. Придомная территория выглядит неряшливо. Растет крапива, захламлено досками или шифером. Понимаете, неприятно идти. Вот переулок Белинского, здесь проходимость наших граждан большая. Идут в больницу. Накануне Дня села неряшливые усадьбы получат от руководства села предупреждение о том, что необходимо привести дворы в порядок. И если не рассадить цветы, то хотя бы навести чистоту и убрать мусор. Ведь в день рождения принято встречать празднично. Евгения Шамренко, Сергей Бикишев, телекомпания «Спектр». Спасибо.